И многие наши, ну не многие, но некоторые, очень известные психологи, такие как, например, Маслоу, он, кстати, это очень известный психолог, американец, но он русского происхождения, он как раз очень интересовался такими людьми, которые прошли посвящение, но он такие слова не мог сказать. В те времена, лет 50 назад, вообще было запрещено рассказывать про посвящение, что люди это необыкновенные, что их там меньше одного процента. И Маслоу провел интересную очень работу, он попытался найти таких людей и описать характеристики в их поведении, в их личности, и чем они отличаются от остальных людей. Маслоу назвал их актуализированные люди, сказал, что их примерно 1%, и он их описал. Вы знаете, Майкл, это настолько интересно, когда я читала вот эти описания актуализированных людей, то это как раз описание посвященных людей, потому что они, конечно, имеют другую природу и другое поведение. И вот одна из таких характеристик очень удивительная, это то, что они выстраивают вот эти люди, которые прошли посвящение, они как бы ближе к Богу, они получают оттуда информацию, они выстраивают какое-то намерение, и они вот считают, что что-то они должны сделать в жизни, и у них нет преград. Они говорят, вот если я вот знаю, что это надо, я этого добьюсь, а как, я не знаю. И даже вот такая фраза, если надо, то я смогу, то значит я смогу, или если я должен, значит я хочу. Но вот как, я пока не знаю. И вот такого человека я хотела показать Ауру. По ауре видно, каким образом он выстраивает свои намерения, цели, как он и добивается, и что это природа совсем другого человека, не такого, как все остальные. А вот я хочу показать мужчину. И вы обратите внимание, что Аура у него большого размера. Больше, чем норма. Норма – это зелёное яйцо. Ну, это такая статистическая норма, условно она взята в этой программе как 100%. Аура очень сильно выступает за пределы этой нормы. И здесь и слева, и справа мы видим выступы, а лево и право – это отношения с людьми, с обществом. Да, какие-то шумы по звуку. Итак, отношения с обществом такие, что человек очень много энергии отдаёт. Здесь как раз то, о чем я говорила, по-моему, намерение. Когда человек что-то думает, то энергия пристраивается. Это закон космический. Энергия следует за мыслью. И вот видно, что этот человек выстраивает свои цели. Он видит впереди то, в чем он хочет прийти. И сразу же энергия выстраивает что-то наподобие такого выступа или такой дорожки, но из энергии. Как бы вот в этом пространстве, ну скажем, пустой, вот он заполняет собой свои энергии, он заполняет дорогу, и по ней уже события будут само по себе разворачиваться. Здесь также, ну вот это мы поставили картинку этого человека, лицом вперёд. Это как бы его будущее, куда он двигается. Оно уже им освечено. Верхние чакры очень мощно получают энергию. Больше, чем 100%, существенно. Ноль каких-то деформаций. Вот здесь вот видно. Ноль деформаций, ноль искажений в ауре. Ну и здесь по возможным каким-то искажениям. Вот это позиция со спины. Опять видно, что аура выдаёт энергию влево-вправо другим людям. Причём это люди и общество незнакомое. И родственники. То есть всем хватает этой энергии. Почему? Потому что она приходит сверху. С верхних чакр. Ну вот в этой позиции тоже так же видно. Я так немножечко сейчас прокручу и посмотрим. Ну я, конечно, потом намекну, чья это аура. Потому что мы все знаем этого человека. Так. Вот ещё раз в этой позиции. Интересно. Что во время замера ауры у меня открылся третий глаз, и я увидела очень странную картину. Вот чтобы рассказать, что я видела, я решила просто нарисовать такую картинку, чтобы наши слушатели представляли. Но, к сожалению, сейчас нет такой аппаратуры, которая могла бы нарисовать, отразить то, что видел мой третий глаз, потому что это все-таки тонкие материи. Но я видела очень странную конструкцию, которая представляет из себя воронку. Над головой человека, которому я узнала ауру, я видела воронку. Такая очень большая воронка по размеру белого цвета. Белого цвета, очень плотная, очень жёсткая, такой какой-то структуры энергетической. У него в эту воронку входила энергия. Ну вот этой ауры, которую я снимала. Но я ещё скажу, что до съёмки ауры я попросила представить этого человека свои цели. И поэтому немедленно появилась воронка. Но это, конечно, фантастика. Оказывается, нам достаточно выставить своё намерение, чтобы в нас сразу потекла энергия в голову. В голову, то есть в мозг. Мозг просто передачи. Вот такая вот мощнейшая воронка образовалась. Пока человек думал, чего он хочет, какие цели он спорит перед собой, он всё время в ноги втекала, в тело. А потом из тела она начала выходить, тормиться по всем чакрам и распределяться вокруг. Вот она протекала сразу влево-вправо по людям, потому что мы видим, что в этой ауре как раз лево и право вот эти выступы – это люди. Очень много разных людей. И вот всё, что втекало в воронку, всё выходило дальше за пределы. То есть был такой процесс. Ну, чем уникальна, конечно, вот эта съёмка, потому что мы видели процесс целополагания. Целеполагание или ещё его называют психологией потенциализация. То есть когда я что-то хочу, я выставляю намерение. И вот что дальше происходит, мы раньше предполагали. А сейчас нам аппарат показывает, что. Да, и ещё я, наверное, в заключении всё-таки покажу. Да, ещё один момент тут очень важный, что возможные снаружи воздействия на этого человека невозможно. Вбить его невозможно. Или это вредные воздействия, вредные мысли людей, или это просто сильные воздействия людей, чьи мысли не совпадают по вибрациям, по частоте. Вот с этим человеком. Так вот, если такое приходит из вне воздействия, оно попадает в эту воронку. И воронка эта является фактически защитной. Ну да, и ещё я момент хочу показать сравнение. Вот я делала этот замер вторичный два года назад. Два года назад аура была как есть. Ну, она в пределах стопроцентной нормы. Вот розового цвета, нормальное яйцо было. Но я не просила тогда этого человека думать про свои цели. А теперь я сделала вторую ауру вот через два года. Попросила, чтобы он представил, чего он хочет. И судя по этой белой космической воронке, хочет он чего-то космического, то есть имеет какие-то контакты сразу с высшими энергиями. Вот это вот такая колоссальная совершенно разница. Причём прирост получился 4,56%. 4,56%. Вот такой прирост энергии колоссальный пришёл только на цели.